Добрый день! Тема сегодняшнего занятия «Экологический риск. Понятие, виды, сущность». Что же такое экологический риск? Экологический риск характеризуется как отклонение от общепризнанных принципов и норм отношений человека, хозяйствующих субъектов, общества и государства к окружающей природной среде. Оценка экологических рисков – это выявление и оценка вероятности наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия и вызванного загрязнением окружающей среды. Почему же так важна сегодня оценка экологических рисков? Зная оценку экологических рисков, можно выявлять потенциально возможные экологические риски, устранять или минимизировать их, прогнозировать наступление неблагоприятных последствий, предупреждать или минимизировать вероятность их наступления. Можно получать количественные и качественные показатели неблагоприятных последствий, предупреждать аварии, причинение вреда здоровью населения, компонентам окружающей среды, нанесение ущерба репутации субъекту, реализующему проект. Каковы же этапы проведения оценки экологических рисков? Это установление, какие аварийные ситуации, связанные с загрязнением окружающей среды, могут возникнуть вследствие проекта. Оценка стоимости работ по полному устранению экологически значимых последствий, вызванных аварийной ситуацией каждого вида, и определение вероятности аварийных ситуаций каждого вида. Оценка экологических рисков может быть различной, в зависимости от того, с позиции чьих интересов производится анализ проекта. Анализ проекта должен отражать интересы юридического лица, который его осуществляет. Ущерб от загрязнения окружающей среды оценивается либо во время реализации программы, либо после его завершения, и может рассматриваться в нескольких аспектах – экономическом, социальном или экологическом. Компонентами экономического ущерба является ущерб здоровья населения и жизни населения, обусловленный ростом заболеваемости, смертности населения в условиях загрязненной окружающей среды. Ущерб отдельным природным ресурсам и экологическим системам в целом, и материальный ущерб, который наносится вследствие загрязнения окружающей среды, материальным объектам, используемым как в производственной сфере, так и потреблении домашних хозяйств. При оценке экономического ущерба от загрязнения используются два основных подхода – это прямой и косвенный. Среди методов прямого подхода выделяют следующие методы – это метод контрольных районов, который базируется на сравнении показателей загрязненного и условно-чистого районов. Этот метод применяется при возможности элиминирования влияния всех факторов, не относящихся к исследуемому виду экологического воздействия. Метод аналитических зависимостей, основанных на получении математических зависимостей между показателями состояния соответствующей экономической системы и уровнем загрязнения окружающей среды. И комбинированный метод, основанный на сочетании методов контрольных районов и аналитических зависимостей. Данный метод используется в случаях, когда ни один из методов не может быть реализован четко и полностью для всех составляющих экономического ущерба. Несмотря на постоянное совершенствование металлических основ экономического ущерба, существуют также недостатки. Поскольку понятие экономического ущерба является единой мерой оценки техногенного влияния на различные сферы жизни общества, его расчет требует множества исходных данных, многие из которых либо практически не фиксируются, либо просто не подойдутся формализации. Практическая деятельность управления риском Основными задачами регулирования по регулированию снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций являются регулирование прогнозирования ЧАЭС, регулирование профилактики, возникновение аварий, катастроф, стихийных бедствий, регулирование организации действия ЧАЭС и деятельность по их смягчению, регулирование информационного обеспечения ЧАЭС и другие.